Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как делать макияж для начинающих. Под одним из моих последних видео вы писали, что вам было бы очень интересно узнать, что же нужно делать, в какой последовательности, какими средствами и вообще, как разобраться во всем этом мире макияжа, если ты не знаешь практически ничего. Машенька, проезжай уже, давай, ну! Поэтому сегодня я решила разобрать вместе с вами эту тему. И да, кстати говоря, в этом видео я также решила рассказать все не только для самых-самых начинающих, которые еще ничего не понимают, но также добавить какую-то интересную информацию для тех, кто уже что-то доумеет. Поэтому обязательно ставьте лайк, если вы хотите больше такого контента. Ну что, пойдемте, расскажу вам все. Так, это, пожалуй, лишнее, это надо снять. Ах да, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе выдавление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Всегда, абсолютно всегда, самым первым шагом будет выступать увлажняющий крем. После того, как мы нанесли крем, мы какое-то время выжидаем, чтобы он впитался. Пока мы этого ожидаем, занимаемся своими делами. Следующий шаг, который идет после увлажняющего крема, это SPF. Если вы ей не пользуетесь, начинайте пользоваться, потому что ваша кожа вам скажет спасибо. После того, как ваш увлажняющий крем подсушился, на него мы накладываем защиту SPF. Я использую абсолютно любые рандомные корейские средства защиты не менее SPF 50, и мне норм. Я не могу даже выделить какой-то отдельный, какой-то конкретный, потому что они все, в конце концов, хорошие. Здесь выбирайте просто по вашему бюджету, по вашему карману. Кстати, если вы будете заказывать непосредственно с какого-нибудь корейского сайта, то вам могут даже привезти плюс один в подарок, потому что это классическая история заказа с корейских сайтов. Ты заказываешь один продукт, тебе присылают плюс один. Опять-таки, выжидаем. И следующим этапом у нас будет с вами тональный крем. Тональников существует огромное количество, но для начинающих я бы рекомендовала использовать кушон. Положим сюда. Это мое мнение, которое я сейчас аргументирую. Почему именно кушон? Потому что в нанесении он также очень-очень простой. Внутри него всегда находится вот такой вот спонжик, при помощи которого вы наносите себе кушон на лицо. И при помощи него же его и распределяете. Это очень легко, очень удобно, ну и плюс, как правило, такие упаковки сами по себе, они комфортные, вы можете их куда-либо носить. Если мы с вами наносим тон, неважно, кушон, биби-крем или сиси-крем, нам важно нанести его равномерно. То есть ни в коем случае мы не наносим тон вот так. Например, у меня вот здесь вот какое-то подобие прыща. Я вот так вот его нанесла, вроде как оставила и вроде как пошла. Ну, так делать не надо. Ну, потому что будет видно. Поэтому, если уж мы используем тон, то мы используем его абсолютно на все лицо. Я наношу тон легкими похлопывающими движениями. Как правило, я начинаю с моей нижней челюсти. Шею и уши также покрываем тоном. Возможно, вы обращали внимание на то, что разные блогеры немного по-разному делают последовательность макияжа. И, например, я всегда начинаю с тонального крема, но также есть люди, которые начинают макияж с век. И здесь нет какой-либо ошибки, здесь нет правильно или неправильно, здесь каждый выбирает, как ему удобнее. С точки зрения логики, конечно, самый логичный вариант это сначала накрасить глаза, потом все, что у вас осыпалось, убрать, и потом уже поверх все это залепить тоном. Но, мне кажется, что это больше подходит для тех, кто делает супер креативный макияж, когда действительно, если вы сделаете какое-то покрытие, вам придется его потом переделывать. Логично, что тогда лучше сделать его уже в последнюю очередь. Но, если вы не делаете супер мега активный макияж, если ваши тени не сыпятся вниз, то, в принципе, начинать с тона очень удобно. Я так всегда делаю, мне так нравится. Но, вне зависимости от того, в какую позицию вы поставили нанесение тонального крема до макияжа глаз или после макияжа глаз, следующим этапом, когда тон уже на лице, является консилер. И нет, мы не наносим консилер до тональника, мы наносим консилер на тональный крем. Консилером можно сделать контринг, но важно смотреть, чтобы консилер был достаточно светлее, чем ваш тональный крем. Если вы используете тон, например, оттенка номер 3, то консилер должен быть оттенка номер 2, а то даже и 1. Консилер можно наносить для того, чтобы скрывать несовершенство своей кожи. Например, наносить его под глаза, если у вас есть, возможно, синяки. У меня синяков нет, поэтому я обычно так не делаю, но сегодня, раз уж все показываю, покажу. И сразу же растушевываю. Также консилер можно наносить на любые зоны, которые вы хотите сделать визуально объемнее. Например, если вы хотите добавить себе щеки, вы просто наносите себе консилер вот в эту вот зону, его растушевываете, и у вас получается дополнительный объем за счет того, что вы темную зону, то есть там, где у вас скула, вы ее замазываете более светлым оттенком, и щеки получаются больше. Но это если вам нужны, например, щеки. То же самое относится к колбой, если мы хотим сделать его более объемным, к спинке носа так тоже обычно делают, или к подбородку, если мы хотим визуально его увеличить. Также очень важная функция, которая обладает консилер, это скрывание всевозможных несовершенств кожи, таких как прыщи. Если у вас на лице есть прыщи, то лучше всего будет наносить сначала себе консилер на палец, и с пальца уже переносить себе его на прыщ. Потому что если мы будем использовать кисточку, которая находится внутри консилера, наносить ее на прыщи, а потом делать ей контуринг, то в один момент это может проецировать просто появление новых прыщей. Кстати, в моих видео я достаточно часто так влажаю, но я просто обязана вас предупредить, потому что одно дело, когда ты влажаешь, потому что ты тупой, а другое дело, когда ты несешь свою тупость с мазой. А, подождите, именно этим я и занимаюсь. По логике, после того, как мы нанесли тон, как мы нанесли консилер, как мы сделали контуринг, но контуринг это отдельная история, я о ней расскажу как-нибудь в следующем видео, если вообще потребуется снимать продолжение, так что напишите, хотите ли вы узнать больше или на этом стопнемся. То есть серьезно напишите, Если вы не напишите, я просто не буду снимать это видео, потому что это сделано для вас исключительно. Мы припудриваем лицо. И здесь, смотрите, какая фишка. Сейчас я расскажу, как это делают обычно люди и как делаю я, потому что, в конце концов, вы на моем канале, и, скорее всего, вы хотите научиться делать так, как я делаю. Я всегда, когда наношу пудру, я наношу очень плотным слоем. Для меня пудра это, по сути, второй тональник. Поэтому я покупаю себе пудры и использую именно те, где есть вот такая вот губка. Она прорезиненная, достаточно плотная. Например, практически все пудры Maybelline, они содержат внутри эту губку, но у меня пудра от Sailor Moon, потому что пудра от Sailor Moon. У меня, кстати, есть обзор на косметику Sailor Moon. Я просто беру пудру и прям плотным, очень плотным слоем наношу себе на лицо. Я люблю делать именно так, потому что это добавляет лицу эффект маски, и это очень круто выглядит на фотографиях и на видео, поэтому я всегда так делаю. Но и так, это уже вошло в мою привычку, и так как я все-таки блогер, это значит, что я в любой момент могу начать снимать сторис, делать фотки или делать видео. Я в повседневной жизни делаю все ровно так же, как и показала вам сейчас. Но обычно пудру используют для того, чтобы фиксировать макияж. То есть берут пудру, наносят на кисть и с кисти переносят на проблемные зоны. То есть на зоны, которые у вас подвержены блеску, например. Это, как правило, лоб. Это, как правило, вот здесь, забыла бы назвать эту зону. И это, как правило, подбородок. Обычно фиксируют макияж именно такими легкими похлопывающими движениями, припудривая. Смотрите, существует принцип, который очень важно запомнить. Прямо реально запомните этот момент. Если вы используете кремовые текстуры, то вы используете сначала кремовые текстуры. Но если вы уже перешли на сухие текстуры, то вы уже используете только сухие текстуры. То есть, очень проще говоря, у вас на лице тональный крем. Вы его еще не припудрили. И у вас, например, влажный хайлайтер или влажные румяна кремовые, вы на влажную текстуру, когда она подсохнет, наносите влажное средство. После этого вы припудриваете лицо. И на припудренное лицо вы наносите уже только сухие текстуры. То есть, мы не должны размешивать грязь на лице. Например, сейчас я припудрила лицо, и поэтому я беру мои палетки, где находится сухой хайлайтер и сухие румяна, и пользуюсь уже непосредственно ими. На просто за тональное лицо наносить сухие румяна или сухой хайлайтер, это бесполезно, потому что у вас все или скатается, или будет грязью, или просто-напросто эффект пигментации будет потрачен. Походу на наношение румяна, моя любимая тема, с которой я всегда воюю с абсолютно всеми визажистами. Кстати, есть такая маленькая прикольная информация. Если вы пойдете обучаться визажу, вас научат делать определенный коммерческий визаж. Но определенный коммерческий визаж, это не всегда то, что актуально сейчас, это далеко не то, что подходит каждой девушке. И это, как правило, тот макияж, который, ну, который выглядит как такой а-ля Инстаграм вечерний, но это на любителя. Я предпочитаю что-то более свежее, более интересное, более современное, а-ля тот же ТикТок макияж мне нравится гораздо больше. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. К чему это все? Вы спросите, а я вам отвечу. Румяна наносим туда, куда нам нравится носить, туда, куда нам подходит. Обычно любой визажист скажет вам, ищите яблочки-щек и наносите прямо сюда, вот так. Это то, что вы найдете в абсолютной большинстве туториалов. И я не могу сказать, что это неправильно, это просто именно что правильно, но все ли мы хотим делать все по шаблону, или мы хотим делать так, как нам больше идет и нравится. По логике свои румяна я всегда желаю наносить сюда и вот так. По факту я всегда наношу румяна вот так. Я наношу их прямо под нижнее веко и на скулу, также немного отводя к вискам. Эта техника, она более азиатская, она больше из корейской истории нанесения румяна, мне так нравится гораздо больше. Собственно, сравните сами. Так и так. Также румяна это такая вещь, которую если мы хотим сделать, например, эффект более милого лица, мы можем наносить себе на кончик носа. Также мы можем наносить себе на спинку носа. Но люди, которые не в теме и не понимают, зачем вы это сделали, будут вам говорить, что «А, ты обгорела, а где-то умудрилась». Мне это говорят постоянно, когда я делаю вот сюда. Поэтому если вы не хотите получить эффект а-ля, как вот на этой фотографии, сюда не наносите. Если вы хотите получить, ну вот логику, я думаю, поняли, вы же не тупые, да? И также наношу на кончик подбородка. Это дает такой более ня-ковой эффект. Сухая текстура румян закончилась. Теперь хайлайтер ОК сияшечкой. Хайлайтер можно наносить двумя способами. Вот такой веерной кистью или просто пушистой кистью, которой также можно наносить тени, например, на верхнее веко. Я наношу хайлайтер на кисть и переношу его на те зоны, которые я хочу подсветить. Кстати говоря, использование хайлайтера это вещь очень на большое усмотрение. И если вы хотите эффект матового лица, именно матового лица, то нанесение хайлайтера, какой бы матовый тон вы бы не выбрали, как бы матовый вы не зафиксировали это все пудрой, все равно уже будет потрачен. Поэтому имейте просто это в виду. Если хотите матовое лицо, то хайлайтер вам нафиг не упирался. Как правило, хайлайтер наносят на выступающие части вашего лица, то есть на все те зоны, которые у нас выпирают. Это скуловая косточка и хайлайтер наносятся аккуратными вот такими вот ровными втирающими движениями. Кто-то добавляет хайлайтер над верхней губой, я этого не делаю. И также на кончик носа. Раньше еще было очень модно добавлять хайлайтер под бровь, но сейчас так особо никто не делает, поэтому можете не тратить продукт. Переходим к тому продукту, который формирует наш образ, и это брови. Честно говоря, по бровям надо реально снимать отдельное видео, если будет такое желание, об этом тоже сообщите. Вообще, я подумала, что можно было бы снять целую серию видео, где прям подробно разбирать не вот весь образ, как сейчас я вам рассказываю, а разбить, например, эту рубрику по категориям губы, глаза, стрелки. Кстати говоря, уже есть, я оставлю ссылку на стрелки, реально посмотрите видео про стрелки, но к этому вернемся. И таким образом получится у вас огромный наглядный туториал, и прям снимать туда долгие видео из серии не по 5-10 минут, а прям по 20-25 минут, чтобы это был целый урок из того, что я знаю. Мысли вслух, если вам идея-то нравится, поддержите лайком, комментарием, помогите этому видео взобраться наверх, понимаете же, да, понимаете, в этом и смысл. Есть несколько основных продуктов для бровей. Помадка для бровей выглядит вот так. Внутри из себя представляет кремообразную текстуру. Второй тип продукта это карандаш для бровей. Как правило, выглядит вот так. С этой стороны у нас карандаш рисующий, с этой стороны у нас щеточка. Гель для бровей выглядит банально как самая обычная тушь, но по сути тушью и является только тушью для бровей. И тени для бровей, которые, ну, выглядят как самые обычные тени, используются для бровей. Кстати, про брови есть очень важный момент, за что меня постоянно ругают на всех съемках, на которые я прихожу, типа, что с твоими бровями не так? И каждый раз я сижу и объясняю людям, делюсь опытом, что я выщипываю брови не потому, что я больная на голову, нет, ну это как бы одно другому не мешает, но в данном случае причина основная не в этом, а в том, что если у тебя тонкие брови, то тебе гораздо проще из этих бровей рисовать вообще все, что душе твоей угодно. Если, например, вы хотите вот такие брови, но при этом ваши брови выглядят вот так, то это не коннектится, поэтому ваш вариант это брови выщипывать или брови сбривать. Мы это сбриваем, чтобы нарисовать заново, ну как бы классика, да? Самый универсальный продукт для бровей, я считаю, это карандаш. Во-первых, помните, что брови это формирование вашего образа. Если вы хотите себе более бичфейс, мы делаем с вами брови более острыми, более изогнутыми, более вот такими вот хышными. Если мы хотим угу, мы с вами брови выпрямляем. Если мы хотим просто нейтральное лицо, то есть мы не хотим никакую эмоцию новую добавлять, мы оставляем то, что у нас есть, и просто заполняем пробелы и дорисовываем бровь. Самое первое это прочесывание брови. Второе проверить, устраивает ли нас бровь в длину, потому что, например, если нам не хватает длины с кончика, мы этот кончик с вами дорисовываем. В моем случае у меня все нормально, но я просто покажу, как бы я это делала. Дорисовываем нехватающие волосики, дорисовываем, дорисовываем, и когда доходим до внешней границы брови, мы чуть-чуть ее подрисовываем по направлению роста наших бровинок. После того, как мы добавили карандаш, мы снова его прочесываем. И на этом все, с бровями все элементарно. Если вы понимаете, что ваши брови не совсем аккуратные, вы можете сделать одну маленькую хитрость. Берем консилер, кисть, нашу бровь очерчиваем консилером, то есть делаем ее ровной. Это очень прикольное и приятное занятие. Главное, на саму бровь сильно не залезайте, если вы не хотите ее деформировать. Самая, наверное, будет интересная часть, но пока я заболталась, кстати, хочу сказать, что в Инстаграме я решила провести для вас конкурс, раз уж у нас с вами такая зашла тема. Я хочу собрать огромный пакет, смотрите, какой огромный, и подарить его просто самому активному подписчику в моем Инстаграме. Почему я бы говорю об этом на Ютубе? Просто потому, что на Ютубе невозможно определить самого активного подписчика. В Инстаграме это возможно сделать, так как я вижу репосты, я вижу лайки, я вижу комментарии, но на Ютубе, к сожалению, такой функции у меня нет. Если ты реально хочешь выиграть огромный пакет с косметозом, где будет вообще все, просто будь самым активным. Палетки бывают разные, бывают матовые, бывают блестящие. Самый лучший вариант это покупать палетку, которая была бы скомбинирована, то есть была бы и матовая, и блестящая одновременно. Тени подразделяются на огромное количество категорий, но для новичка достаточно понимать два момента, блестит или не блестит. Матовые тени, универсальные тени, и дневной, и вечерний макияж можно ими делать, ими даже можно сделать контуринг, если использовать вот такие вот естественные оттенки. Блестящие же тени добавляют нам блеска, логично. Нужно несколько кисточек, пушистая и плоская. Визажисты бы за такое убили, но на первых порах вам этого будет более чем достаточно. Сначала мы берем с вами оттенок, который мы хотим, чтобы у нас был основным. Макияж в розовых цветах, то сначала мы выбираем розовый, самый яркий розовый оттенок. Находим верхнее веко, и вот сюда вот в складку, то есть где у нас кость находится, вот туда вот, наносим этот цвет. Наносить можно круговыми движениями, можно просто вот таким вот растирающими. Смотрите, как вам комфортнее. Мне комфортнее комбинировать два в одном. Не забывайте про границы вашего глаза, то есть вам нужно обработать как минимум внешний уголок. Смотрите, мы с вами нанесли тени. Теперь эти тени нужно растушевать, потому что, понятное дело, так выглядит нехорошо. Твои тени были, предположим, розовые, ярко-розовые. Тогда в своей палетке ты ищешь оттенок, который будет светлее, чем тот, который ты наносил. Я использовала вот этот вот розовый цвет. Я нахожу здесь другой розовый цвет, вот он у меня выглядит вот так. Я просто наношу его и растушевываю по верхней границе. То есть там, где заканчивается яркий розовый, я вот так вот начинаю смешивать его со светло-розовым. И таким образом, до тех пор, пока я не пойму, что у меня появляется эффект легкой дымки. Главное понимать, что ваши цвета должны друг с другом комбинироваться. Если вы уже давно делаете макияж, вы понимаете, что вы можете розовый комбинировать оранжевым и получать какие-то интересные оттенки или с кем-либо другим. Но на начальных этапах вам достаточно будет просто иметь вот такую вот очень аккуратную растушевочку. Если вы понимаете, что вы случайно растушевывкой весь свой цвет съели, берете обратно тот цвет, который у вас был изначально, и очень осторожно снова его наносите. Уже вы его не размазываете по всему вашему веку, а наносите только на какую-то определенную линию. Представьте себе, вот у вас есть линия, и вы эту линию четко повторяете. Вы не выходите за ее границы. Просто раз, два, раз, два. На наше верхнее веко, которое остается здесь, тут уже можно наносить абсолютно любой цвет. Если мы хотим более яркий макияж, мы наносим какой-то другой яркий оттенок. Например, у меня был розовый, могу добавить желтый. Если я хочу что-то более нейтральное, я наношу банально любой нейтральный оттенок. Так как я хочу поярче, я прям возьму сейчас желтый оттенок и прям сюда его нанесу. Вот так вот. Я наношу сейчас прям пальцем, потому что, честно, можно носить кистью, но если мы сейчас с вами не тренируемся на уровень профессионального визажиста, и так сойдет. Следующий очень актуальный для современности этап это стрелки. Но так как я уже говорила ранее, у меня есть огромный туториал по стрелкам. Он реально огромный. Поэтому, если вас интересуют стрелки, просто посмотрите этот туториал после этого видео, а я сейчас просто покажу вам, как быстро я их наношу и как это выглядит в действии. Теперь тушь. Сначала мы начинаем красить нижние реснички. Берем зеркало, ставим его чуть-чуть выше, чем наше лицо, то есть вот, чтобы у нас появлялся вот этот вот угол. Смотрим наверх и начинаем прокрашивать нижние ресницы вот такими вот легкими прикладывающими и одновременно круговыми движениями. Если тяжело, можете просто поставить тушь на нижнюю ресницу и пару раз поморгать, так, чтобы тушь сама отпечаталась у вас на ресничках. Я так обычно всегда и делаю. Когда тушь засохнет, можно пройтись и сделать второй слой, если мы хотим, чтобы ресницы были более активные. Если вдруг заляпались, а это, скорее всего, произойдет, потому что, ну, мне кажется, невозможно не накрасить ресницы и не заляпаться, забейте, просто возьмете потом ватный диск и все сотрете. Теперь, когда накрашены нижние реснички, красим верхние. Я смотрю чуть-чуть вниз на зеркало, вот оно у меня, то есть если нижнее я красила, смотрела наверх, теперь я смотрю вниз, прикладываю щеточку к ресницам, прям начинаю от самых-самых окорней, и просто вот такими вот движениями туда-сюда, туда-сюда полностью прокрашиваю. Когда вы красите ресницы, представьте, что вы рисуете солнышко, и вы должны вот так вот по кругу это солнышко полностью обрисовать. Весь глаз, начиная от этого края до этого края, я закрашиваю. И стараюсь делать так, чтобы ресницы смотрели не в одну сторону, а вот реально как будто мы рисуем солнце туда-туда-туда. Тогда у вас будет более большой глаз, более открытый взгляд, и это выглядит очень красиво. Слушайте, честно про губы скажу. Я знаю, что очень многие, когда рисуют губы, они заполняют всю линию губ. Мне так не нравится, я так никогда не делаю, потому что мне кажется, это, ну, делает какое-то странное лицо, я так не люблю. Обычная красная помада, блеск, тинт, что угодно, вот что у вас есть красного цвета, беру, наношу на центр губ, вот так вот сюда, вот так вот сюда, беру палец, отлично, средний показала, и просто растушевываю хаотично. По направлению от центра к реферии, но это не точно. От центра к краям. Что ж, ребята, такой макияж у меня получился. Обязательно подписывайтесь на мой канал и напишите, какое видео вы хотели бы посмотреть в следующем, если вообще вам это интересно, по теме макияжа и разбора, что и как. Обязательно кидайте это видео вашим подругам. Если будете повторять мой макияж, отмечайте меня в инстаграме, я буду вас лайкать. И всем спасибо за просмотр.